Всем привет и добро пожаловать обратно на войну. Наступил очередной день, четвертый по счету, и принес очередные проблемы. Дело в том, что ночью на нас напали, механику настучали в бубен, получил, так сказать, по щам по полной программе, и вот он бедняка ковыляет куда-то в направлении кухни. Теперь он у нас легко ранен, то есть его надо лечить. Что тут скажешь? Хм, он пытается выпить кофе, и у нас есть аж целых два бинта. С одной стороны, конечно, можно быстро его подлечить, но с другой стороны, блин, он клянчит еду, бинты, это все понятно. Проще отправить его в постельный режим, бинты слишком дороги. Ну и, конечно, есть куча ресурсов, а это значит, что скаут, которая тоже голодна и устала, может, наверное, провести апгрейд. Да, может сделать улучшенный верстак. И знаете что? Пожалуй, апгрейд будет проводить вот это вот шатающееся тело, потому что, хотя он еле двигается, но на самом деле он, в общем-то, механик, и по логике должен сделать это намного дешевле. Так, ну давай, давай, ковыляй потихонечку. И вторая проблема, собственно, у нас всего два куска нового мяса. Поэтому, да, механик все делает дешевле. Давай, работай, приятель. Зарабатывай себе отгул. Два куска мяса, и значит, что кто-то сегодня останется без пайки. Банально. Да, возможно, мы выживем, но кто-то останется без пайки. Блин, какие все позитивные, аж, блин, сука, тошно становится. Хорошие новости, все выживем, а по факту у вас вон чувак разбитый этим. Так. А не, ничего, смотрите, к нам пришел торговец. Так, Катенька, я понимаю, что ты только что с ночных похождений, с ночного дозора, но ты наш единственный торгаш. Давай, сделай мошку попечальнее, и давай клянчить. Будем меняться или что? Будем. Да, одна еда. Одна банка консервы, которую я по-любому буду покупать. Также есть фильтр. Полезная, я думаю, штука. Можно четыре воды приготовить. Берем фильтр тоже. Есть шестеренки, которые довольно дорогие, но опять же полезные. И есть самосад. А, вот, стоп, есть еще нонэм мясо, которое, я думаю, тоже нужно взять. Ну и в обмен мы, наверное, будем торговать брюлями, будем торговать книжками. Одну оставим, чтобы почитать было что. А вот дальше, дальше возникает проблема. Что мы можем отдать? Наверное, можно отдать какое-то количество отмычек. Потому что их у меня много, и вот мы даже можем уже договориться. Пару сигарет на сдачу. О, даже больше, чем пара. Целых пять сигарет на сдачу. Это уже вполне себе. Так, есть еще вещи, посмотрите. Замечательно, чувак, постой здесь, никуда не уходи, мы только дверь прикроем, чтобы не дуло. И надо посмотреть, что у нас здесь еще. Так, чувак, блин, ну я понимаю, что тебе плохо. Ладно, иди похавай. Ты. Ты. Ладно, спокойно и устала. Я думаю, ты у нас пойдешь делать одну полезную вещь. Одна монтировка постоянно уходит, так сказать, в ночной дозор. Поэтому еще одну монтировку нужно сделать. Стоит она дорого, это опять по-хорошему должен делать механик. Оно выйдет дешевле. Блин. Ладно, тогда просто беги спать. Беги спать ты. Соответственно, Катя пока не идет спать, потому что будет торговать. Ты пожрал. Давай, ковыляй быстрее. Сейчас надо определиться, что мы можем продать. Довольно питательная тушенка. Забита в нашего механика доверху. И давайте глянем. Итак, постройка. В первую очередь мы будем строить вот это. Это просто по-любому. Это капкан для небольших животных. Это источник мяса. Ну, я думаю, мы все понимаем, что мясо это будет крысином. И капканы мы, наверное, поставим, ну, скажем, где-то, наверное, вот здесь. Давай, давай, беги. Так, один капкан хватает на второй. Но там уходит почти все дерево и железо. То есть деревом и железом мы торговать не можем. Шестеренками, видимо, тоже. И снова здравствуйте. Так, а есть ли вообще что-то, что нам нужно? Два бинта есть. Бинты нам не нужны. Вот. Нужны оружейные детали. Это я вот почти на 100% уверен, что нужны. Взамен я готов отдать, наверное, порох. Не очень интересный, но он хочет большего. Так, три сахара. Бери сахар и иди нахер. Сигарет только дай. И, наверное, я думаю, больше ничего у этого торгаша мы получить не можем. Потому что, в общем-то, все остальное. Хотя, таблеточки. Таблеточки. Таблеточки вроде тоже были много на обмен. Я знаю, чувак, что много. Таблеточки тоже есть. Вот этого, конечно, шестеренок бы еще хапнуть. Но, увы, пока что без вариантов. Ладно, я думаю, на этом мы договорились. Чувачок, давай, вали отсюда. Закрываем дверку. И пошел. Пошел торговец. Возвращайтесь, приносите еще еды. Так, построил. Замечательно. Тогда иди, строй что-то еще. И под что-то еще я подразумеваю, наверное, еще одну ловушку. Чем больше будет еды, тем меньше будет с этим проблем. В общем-то, еда на данный момент это самая главная проблема, которую я вот для себя вижу. Ну, как обычно, собственно. Катя. Да я... Ну, что ж ты... Да, е-мое, что ж ты ноешь? Давай. Работай. Арбайтен, Арбайтен. Время идет. Катя. Иди-ка ты готовить еду. Не хочу показаться сексистом, но... Респаун на кухне. Три, два, один. И у нас нету волшебных морковок. Увы, морковок нету. Поэтому еду мы будем готовить по старинке. Так, секунду. У нас... Два голодных персонажа, поэтому по старинке мы приготовим две еды. Две еды вот так. Их хреном по всей морде. Сегодня кто-то останется голодным. Вода. Будем готовить воду. Сначала готовим воду. И, кстати, Катю сейчас первым делом надо отправлять спать, потому что она пойдет на ночной дозор. Ну, а ты, чувак, раз уж так совпало, будешь у нас заряжать ловушки. Их можно зарядить либо консервами. Хе, не в этой жизни. Либо мясом. Да ну его нахер. Вот, либо ловушку тупо можно заряжать при помощи компоста. Я так понимаю, это какие-то объедки. Я думаю, это вполне хороший вариант. И поэтому, да, ловушку мы будем заряжать компостом. Что первую, что вторую. Обмен одних... Хе, одной кучки помоев на два куска мяса, это, по-моему, более чем доступный обмен. Так, чувак, давай-ка ты иди спать, раз уж ты такой весь несчастник и бедник и с разбитым бубном. А Катя продолжает у нас кашеварить. И будет она готовить аж целых две еды. И получается, что на следующий день еды-то в общем и нет. Всего лишь один рацион. Этого, прямо скажем, ну ни на что не хватает. И в доступных локациях, опять же, нету никакой возможности достать еду. Значит, следующий день будет днем массовой голодовки. Будем все худеть. Во, отдыхать. А ты, голодная ты наша, беги хавать, а потом побежишь что-нибудь делать. Я понимаю, да, механик должен это делать. Оп, стоп, Катя, 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 стой. Вот так, сначала пару палок. Так, давай сюда на пару палок. О, еще и топлива нету. Ну, вообще зашибись. В общем, я так понимаю, следующий день будет еще похлеще этого. Пятый день будет судным днем. Итого, давайте глянем. Можно сделать нож. Ха! Можно сделать нож. И можно сделать... Да, и можно сделать еще один лом. Я думаю, вот именно это мы и сделаем. Нож мы, наверное, возьмем с собой. Катеньке дадим. Нож и мотировку. Одна мотировка останется дома в качестве защитного средства. Если я, блин, успею ее сделать, то, походу, я не успею ее сделать. Ну, ну, давай, давай. Успей, успей. Не успевает. Ладно. Делать нехрен. Делать было нечего. У нас два новых места. Это разрушенная вилла, куда мы не можем набраться. И малая обитель, куда мы добраться можем. Этот старый дом принадлежит пожилой семье и сыну. Умудряются отбиваться от грабителей. Крутые ребята, наверное. Забивают воронеными спицами, гадать. Вероятно, есть припасы, еда, медикаменты, но делиться не захотят. Либо украсть, либо забрать силы. Могут пригодиться отмычки. Замечательно. Много еды, много лекарств, оружия, запчасти, но требуется осторожность. Ладно. Что делать? Ты, скаут, будешь. Ах, рай. Хотя нет, скаут, она тихая. Вообще, если мы будем воровать, конечно, скаут нам выгоднее. Но всего лишь 10 доступных слотов. Это плохо. Блин. А, ну Катя у нас опять же не выспалась, это решает дело. Хорошо. Катя, ты у нас спишь, и дядя у нас спит. Да ё-моё, куда ни кинь, всюду клин. Получается, что тупо на стрёме стоять некому. Одна надежда, что в эту ночь, после того, как вчера грабители отхватили, я надеюсь, что они отхватили, в общем, в эту ночь никто охранять не будет. Поэтому наш скаут бежит добывать, бежит он воровать, прямо скажем, в общем. Но да, еды нет, еды нет. Бежит наш скаут воровать. Будем циничны. Забираем монтировку, берём, пожалуй, парочку отмычек. Да, пожалуй, парочку. Конечно, по-хорошему взять бы ещё лопату, но я не уверен. Хотя ладно, опять же, будем откровенны, я иду туда в основном из-за еды. Соответственно, можно взять и лопату. Обычно во многих местах завалы приходится копать, и с лопатой, я думаю, это будет проще. Ну и по-хорошему взять ещё надо оружие. Если они будут отбиваться, ножом будет отбиваться сподручнее. Или что-то придётся оставить. Я думаю, что это всё-таки будет лопата. Ладно уж. Добывать. Отправляемся в путь и посмотрим, насколько это будет успешно. Задний двор. Ага, незаметно проникнуть вовнутрь, и я зря выложил лопату. Как минимум два завала, которые позволили бы нам... Оп! А внутри кто-то уже есть. Ладно. Так, снизу, понятное дело, никого не видать. Ну давай. Тихонечко, беспалево. Блин, дверь. Учитывая, что дверь хлопнула... Хе. Какое палево. Знать бы где. Ладно. Ой, она... Оп! Так. Ёкарный бабай. Назад. Закрывай, закрывай дверь, 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 дверь. Оп. Бегает она, кстати, действительно тихо. И я думаю, что да, надо ждать, пока этот чувак куда-нибудь свалит. Я надеюсь, что он свалит. Ночь только начинается. Они, в общем, склонны к тому, чтобы куда-то ходить. Все эти чуваки. И еще где-то здесь родители. Дом большой. Непонятно, где мы будем воровать. Конечно, можно тупо вломиться, пронуть его ножом. В надежде на то, что эта вот соплячка, которая с 14 лет где-то там босяцствовала по подворотням, умеет драться ножом, я надеюсь на это. Но соплей потом будет. Я думаю, так будут сопли из-за того, что сплошное воровство, все дела. Четверть ночи. Чувак стоит на месте. Хм. Вот же ж, блин. Ну, без вариантов. Ладно. Входим. И пошли наверх. Раз чувак никуда не уходит, значит попытаемся его обойти. Надеюсь, что он не спалит. Так. Никого и холодильник. Ну, прям как старые добрые времена. И, конечно же, везде воровство. Ладно. Первым делом холодильник. Все остальное потом. Это даже не вопрос. Нужна еда. И в соседней комнате опять же кто-то есть. Так, еда, вода. Все берем. Это вот волшебные морковки. Да. Все берем. Так. Оп. Чувак ушел. Давай, давай, чувак. Вали оттуда нахер. Если он сейчас пойдет наверх, это будет одна большая проблема. И, кстати, не хватает уже места. Выкладываем одну воду. И забираем, пожалуй, шестеренок. А. Ну да. Шестеренок. Даже, наверное, вот так. Блин. Ох ты же еа. Стоп. Хе. Я уже думал, кто-то подкрался сверху. А это там, видимо, ставень хлопает. Ну. Так. Мужик. И у него более важные дела. Так. Уходим. Медленно и тихо и печально мы уходим. Я совершил, конечно, очень нехороший поступок. Но, честно скажу, я не испытываю ни малейших угрызений совести. Если кто-то там начнет себя есть говном, что типа, как мы могли, да мы их обокрали. Ребят, не хотите, не жрите. Вариант простой. Либо дохнем с голоду мы, либо дохнем с голоду они. И не факт, что это их последняя еда. Так. Закрываем дверь. Можно еще посмотреть, что вот здесь. Если уж так сложилось. Хм. Ну да. И ничего взять нельзя. И сюда надо определенно идти с лопатой. Ладно. С чистой совестью возвращаемся назад. Ну, с не очень чистой, ладно уж. Но возвращаемся. Главное, что с едой. Все остальное это вторично. И морковки. Много морковок. Целых две. Ну, вообще да, у нас две девушки, две морковки. Все как положено. День пятый. И... Так. Наступает момент истины. Хороший улов. Ага. Так. Ну, давай. Твою же ж мать. Опять напали. И все спали. Мэрин чувствует себя лучше. Это уже хорошо. И у нас украли один кусок еды и одну самокрутку. Ну, сами видите. Все выживают как могут. Поэтому никаких сожалений. Лично у меня никаких сожалений. Вот. Хотя, конечно, да. На тебе начнется. Ладно. Еще два куска еды вот здесь. А хотя я не буду их забирать. Все равно сохранение идет именно в начале дня. На этом я на сегодня заканчиваю. Успешно выполнена задача по снабжению себя любимого жратвой. Пробраться и похозяйничать в холодильнике. Поиграть в саранчу. Ну, а на этом на сегодня все. Большое спасибо за внимание. До следующих встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok